Приветик, приветик, ребятки! Мы сегодня опять с вами в горах. Только что завезла маму на пляж. Гляньте, какой у нее сегодня будет чудесный день, а! Приветик всем мои хорошие! Ну, кому-то пляжик, а кому-то и наработку. Ребята, честно, я вам клянусь, только что ехала, остановилась. У меня руки-ноги трусятся, вы знаете. Только что ехала именно сюда, чуть две аварии не было. Но, боже, сколько уже сейчас здесь приезжих. Каждый едет куда хочет. Особенно с моройку приезжают люди. У них там вообще правил вообще на дорогах, как можно сказать, нету. Без поворотников, останавливаются кто куда. Французов, дохренища немцев. Я еле доехала. И у меня, представляете, когда выезжала с дому с мамой, под колесо не попала одна девчонка вообще, которая ехала без каски, ну, без шлема, на повороте, представляете? Я вот так вот не хватало, чуть-чуточку ее, чтоб я ее не это самое. Я так испугалась. Я ехала, у меня руки-ноги трусились. Я вам клянусь, а? Только что вот именно ровно только что мне звонили за страховки. Это никакая не реклама. Просто я вам рассказываю цены. Вот, посмотрите, мне только что позвонили, предложили страховку. Как же она называется? У меня страховки есть, допустим, на аварию какую-то. У меня дочка и у меня застрахованы. Это называется десесу. Десесу это, ну, на всяк несчастного случая, если ты погибаешь, тебе дают денюжки. Поняли, да? И вот сейчас мне позвонили, предложили страховку. А план, если ты заболеешь? Ну, к примеру, допустим, ты вот просто не смогла работать, к примеру, да? Вот что-то случилось. Какая-то, вот именно если у тебя находят какую-то серьезную-серьезную болезнь. И ты по своей профессии не можешь работать. Она посчитала мои года. Она посчитала, мне, кстати, 51 год. Посчитала, куришь ты или нет. Посчитала вес, все. Ну, короче, как всегда у нас делают, знаете, да? И, короче, говорит, у меня получается, что если мне... А, кстати, еще сказали, что даже если случается что-то, там похороны не входят. Похороны это отдельно, к примеру, да? Просто вот болезнь. Вот тебе уже диагноз поставили, да, к примеру, какой-то серьезный. Кстати, онка туда тоже входит. И, к примеру, да, вот ноги там, вы не сможете работать. Или эрнии какие-то у вас. В таком плане. Ты останавливаешься, тебе ставят диагноз, тебе врачи подтверждают этот диагноз. И тебе дают 60 тысяч евро, к примеру, да? Я вам... Ну, а сказал в среднем где-то так. 60 тысяч у меня получается в месяц платить 42 евро. Мне кажется, очень даже неплохо. Но, помимо этого, мы застрахованы с дочкой, допустим, вдвоем на несчастный случай. К примеру, авария там, ну, мало ли что такое, знаете, да? И туда входят тоже похороны. И мы платим вдвоем за... Она 20 евро и я 20. Короче, получается 42 евро у нас в месяц. И вот эти вот 41, да, я сказала. Ну, короче, получается 60 евро только на страховки. Вот, кстати, напишите мне в вашей стране, сколько вы платите за такие вот страховочки. Кстати, очень даже неплохо. Но, честно говоря, пока их нету. А, и дают тоже 7% за то, что я постоянный клиент. У меня 3 страховки. Мамина моя и моей дочки. В этой, называется Санта-Люсия. Нам дают уценку. И эта уценка постоянная. Ну, я не знаю. Я еще, конечно, подумаю. Но, в принципе, классная. Правда? Интересно, а у вас какие страховочки? Вот, если вы застраховались примерно вот таким вот, да, так как своего рода страховка на... Застраховывайте свою жизнь, болезни и все остальное. Сколько вы платите, напишите мне обязательно. И сколько у вас получается в месяц, я имею в виду. И на сколько вы застрахованы. Это тоже классная информация. Я, допустим, вот за маму плачу 250 евро, 252, мне кажется, у меня должно прийти в августе. Каждых 6 месяцев. Вы знаете, кстати, в Испании, девочки, вот я вам скажу, вообще-то, мальчики, страховка, если вы привозите сюда своих родителей, она очень дорогая. И делайте это до 70 лет. Если вашей маме 70, уже с хвостиком, очень редко, когда кто-то возьмется застраховать вас. В основном они уже, понимаете, это годариска, понимаете, да, когда у человека уже свои болезни есть и хронические. То есть очень тяжело сделать. И она очень дорогая. Вот представьте, каждых 6 месяцев. Я застраховала маму мою на две страны. Она, получается, на Украину и здесь. Немножко дороговастенько, но я подстраховала себя в плане, если она захочет, к примеру, уехать, она туда-сюда же ездит. Если что-то случится здесь, то она застрахована. Вы поняли, да, здесь на похороны полностью. Все-все-все-все. А если что-то случится в Украине, получается, то я застраховала ее, что я могу перевозить ее. Даже, мне кажется, Синеросьон, ну, как оно делается, не помню, как называется, по-нашему. И один человек, который может с ней поехать туда, и там же, как говорится, похороны. В таком плане. Ребята, честно говоря, это сложная тема, разговаривать на эту тему, но нужная, правильно? Все мы, как говорится, ходим под Богом, правильно? В любой момент это может случиться. И здесь, в Испании, похороны, это очень-очень дорого. Может быть, минимум, мне кажется, 4 тысячи, где-то вот так вот. Так что как-то так, мои хорошие. Сейчас еду на работку, короче. Честно говоря, сегодня сказали, сегодня с утра уже у нас, я вот отъехала, сейчас 9 часов утра, представьте. Сейчас уже 32 градуса. Сегодня сказали, что будет ужасная жара. Я не знаю, я сегодня наверняка вечером поеду-то поставлю, закачаю сюда этот самый вот кондишн. Кстати, вчера спрашивала, 65 евро стоит, чтобы закачать, как оно, газ называется, да? Как оно называется, напишите. У меня возле дома. А вот моему технику я не звонила. Думаю, там стоять в очередь, думаю, там нафиг надо. Сегодня уже взяла кучу переодевалок с собой, потому что футболки, я вам честно говорю, я их выкручиваю. Хоть я работаю с кондиционерами, выкручиваю от жары. Ужас. Смотрите, какой сегодня красивейший вечер. И какой вид у нас, а? А водичка спокойная, а? Видите, какие домики, да, прикольные здесь внизу. Там кто-то бассейн очищает. Так уютненько, правда, гляньте, тенечки на горе. Вот так вот они живут здесь. Я иду за урожаем. Хочу сейчас почистить одно дерево. Еду с работы и все время на него смотрю, на инжир. Инжир, как он правильно? Игос, как оно по-вашему? Ну, короче, сейчас попробую. Звязненько, как в этом году у него, а? И, кстати, помните, я говорила, это не зеленые и не черные, а желтые. Вот именно желтые. Все, что я нашла, прикиньте, а? Горные козы у меня отодрали, короче, вы поняли, дожжали место. И я здесь с ними чуть ли каждый день соревнуюсь, кто кого. И они с той стороны уже, гляньте, все ветки ободрали. Я видела, здесь коза стоит и жрет этот самый вот Игос. Но в этом году они какие-то массипусенькие, массипусенькие. Вот гляньте, а? Вот этот единственный сейчас я съем, и, наверное, везти домой даже нечего. А с этой стороны еще зеленые. Там они пожирали все, а здесь я не достану. Здесь еще рано. Ну, короче, не получилось у нас сегодня сбор урожая. Ну, ничего, хоть одну пожую. Как говорится, с козлами мы драться не будем. А, кстати, вкусная, гляньте, желтенькая. Ммм, гляньте. Сладенькая. Вот и обжора. И у нас здесь еще одна преграда есть, которую я, честно говоря, не переступлю. А там хрен его знает, что там лазит. Стремно, а? Я туда не полезу. О, ну, скоро сюда придет другой урожай собирать. Видели, чумбиюс? Это, которые цветут. Вон, видели, да? Это, кстати, тоже очень вкусно. Их откручивают вот так вот. Ну, кстати, попробовать бы один так разрезать. Но он еще зеленый. И едят. Вы знаете, какое оно вкусное? Сейчас раздавлю один, посмотрите. Ну, а то еще зеленый. Блин, придавила всю мякоть, выдавила. Ну, поняли, короче, да? А здесь вот они, гляньте, куча иголок. Манала я это все. Вот еще, блин, лошара, поперла, а? Посмотрите, какая красота. Бози, 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 бози. Гляньте, а? Вот такие маленькие подарочек я сегодня несу нашей подруге. Она родила ребеночка. И мы сейчас идем в гости. Я сегодня одела. Гляньте, какое платьюшко, а? В шлепанцах, я не знаю, видно. Такая вот классика чисто, знаете. Бегу в гости, потому что сегодня буду знакомиться с маленьким-маленьким, только рожденным принцем. И, конечно же, у нас сегодня девичник. Ну, обязательно тащим подарки и тащим, конечно же, пивасик. Надо будет сейчас оторваться. Ребятки, ну, наконец-то спало солнце. Хоть немножко прохлады, а? Сегодня, короче, одела шлепанцы. Сейчас я вам покажу, какие. Хотела одеть коричневые босоножечки на каблучке. Но вы знаете, у меня сегодня такой задний, задолгий, у меня сегодня такой долгий забег. Ну, пешком идти, да еще и в горку. Машину не взяла, потому что там очень плохо парковаться. Думаю, быстрее я добегу пешком. Дела босоножки такие, чьи шлепанцы. В них мне будет практичней. Девчонки, спасибо вам огромное. Вы написали мне тогда совет, помните, да? Что, мол, типа, если одеваете босоножки, намазывай тальком. Девчонки, дело в том, что у меня очень потеют ножки, вы знаете. И этот тальк скручивается. Есть, конечно, специальные порошки для обуви. Я уже пробовала много раз. Но дело в том, что натираю все равно. Вот представьте, а? Пробовала тоже вазелином. Говорят, ну, дело в том, что тоже нога сильно очень ходит и потеет. Как-то неудобно. Но, вы знаете, я такой степени к этому уже привыкла. Пока, как говорится, мозоли не заработают, то ничего не получается. Именно в такое время, когда люди выходят на улицу. Потому что днем здесь на улицах вообще никого не найдешь, а? Слава Богу, хоть ветра сегодня у нас нет. Мне нравилась такая, эта кафешка, такая прикольненькая, да, вот именно с такими обработками дверями, на свежем воздушке, скромненько и классно. Мы сейчас идем, ребятки, Лос-Анхалис, зона Лос-Анхалис называется. Довольно-таки старая зона. Я здесь раньше жила, помните? Девочки, последний раз, когда мы с подружками встречались, помните, мы деревья эти обдирали. Ой, цирк на дроте. Кстати, красивенький, а? Одна из таких, вы знаете, простых зон и очень экономных. Здесь очень много иностранцев. Это я вам честно скажу, всех наций полностью. Ну, а вы знаете, не могу сказать, что такая проблематичная, потому что здесь, вы знаете, простые работяги живут. Я тоже здесь жила, когда развелась. Всегда нравилась здесь вот магазинчик такой старинный, артисонии. Боже, гляньте, до сих пор он здесь, а? Сколько здесь вещей продаются прикольных, а? Больше его еще не убрали. Красиво, правда? Гляньте, ступочки с мрамора сделаны. И вот такие вот желтенькие те, это тоже ступочки по-своему. Вы может, когда-то увидите. Но все равно прикольно, да? Видите, точно такое же самое, только фиолетовое дерево. Видите, какие дома? Улики, просто улики. А я вот жила вот в тех домах, через дорогу. Довали в этом магазине, вот китайский, да? А раньше это был у нас магазин Дия. Мы здесь скуплялись. А сейчас, смотрите, все заполонили, а? Девочки, сейчас иду, и честно вам говорю, наверняка не буду показывать, потому что там маленький грудной ребеночек. И, честно говоря, у меня буквально пару часиков высота на работу собираться. И так всем, вы знаете. Каждый раз, когда мы собираемся, это буквально, я не знаю, пару часиков поболтать, чтобы увидеть, узнать, как у людей жизнь, и все. И походить по барам уже, как говорится, всей толпой, как мы раньше гудели. Сейчас тоже, как говорится, по карману бьет. Кстати, покажу вам, какие здесь ступеньки. Вы обратите внимание, какие они вертикальные. Сейчас посмотрите, какие они мужские здесь. Здесь, гляньте, наверх, 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 и наверх, и наверх, и наверх, а? Почти 12.30, я прось домой. Но я познакомилась с таким мужчиной, и вы себе представить не можете. Боже, девочки, ну вот такое вот, манюсенькое, представьте, а? Только родилась, какое же оно красивое. Кстати, хорошая даже смесь, а? Латинская Америка и нашей украинской девчонки. Какие красивые получаются дети, девочки. Кстати, белокоженькие, а? Наша кровь взяла. Чудесно посидели, чудесно провели время. Но, в принципе, вы знаете, как я уже шла поздно. И тогда бывает времени очень мало, чтобы наговориться. Я вам честно говорю. Но я сегодня подержала такого мужика в руках. Ой, девчонки! Я даже не помню своих таких времен, вы знаете? А здесь еще молодежь, гляньте, веселится, отдыхает. Ну, прекрасно, прекрасно. А здесь улицы полностью пустынные. Вы знаете, абсолютно не страшно. Нет, они страшно. Я знаю, что вы сейчас думаете и скажете мне. Тань, тебе не страшно идти домой одной? Нет вообще. Ассалютно. Вот почему-то, не знаю, вот в Испании я все время себя чувствую намного, как говорится, защищенной. Иногда просто вам мой совет. Когда проходите в таких местах, где вот собираются такие сборы людей, ночью лучше их не снимать. Слышите, как сверчок сверчит, а? Класс. Сейчас по сверчка этого, как я буду хрюкать. После такого классного дня. Слышите, как сверчок 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 сверч